Все сошли с ума? Привет, и сегодня я вам расскажу о некоторых случаях Pokemon Go. Новая мегапопулярная игрушка испортила жизнь жительницы канадской провинции. Она заявляет, что охотники за покемонами нарушают её право на частную жизнь. По её словам, ловцы покемонов не раз пытались залезть к ней во двор. Кроме того, пользователь Pokemon Go крылосуточно сидят напротив её дома и играют. Ренщина уже просила Няндинг Инг, чтобы территорию её дома убрали из игры. И получила ответ, что её просьба будет рассмотрена. Не исключено, что к иску женщины могут присоединиться и другие измученные ловцами покемонов жители. Жертва! Жрать, жрать, ржать! Жрать, жрать, ржать! Жрать, жрать, ржать! Понять, когда люди, особенно молодые, играют в компьютерные игры, но, как правило, говорят себе. Но забыть собственного ребёнка из-за Pokemon Go – это уже перебор. Службу 911 поступил в половине одиннадцатого вечера. Житель штата Аризона заметил на улице одинокого малыша. Тот горько плакал. Из-за одежды только подвузники футболка. Грязный, потный, давно не пил. Личико красное, дыры. Как минимум 35 градусов по Цельсию. Двухлетний мальчик чуть не стал первой настоящей жертвой покемонизации. Скин нашли дом, где предположительно жил ребёнок, и вошли вовнутрь. Двери были не заперты. По фотографиям увидели, что тут действительно живёт его семья. Попытались отыскать родителей. Дозвонились до отца. Тот, услышав новость, ответил без разницы и бросил трубку. Когда родители приехали, и они обнаружили, что внутри дома полиция, они придумали историю, что пока ребёнок спал, они с женой собрались и решили поехать заправить машину. Но через некоторое время они всё-таки сознали, что уехали ловить покемона редкого. Если вам понравилось это видео, поставьте палец вверх. Подпишитесь на мой канал. Если вы хотите подобное видео, пишите в комментариях. Продолжим тему покемонов. Был Артём. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok